Я несколько раз показал это удостоверение наблюдателя, что я наблюдатель. Меня отправили в СССР. И в течение дня вас ни разу не пустили на участок? Один раз спустили, я спустился. Потом, как люди туда голосовать шли, я когда спрашивал, кто же там, за кого же голосуют почти что, мне сказали, что люди голосуют за коммунистов. И в то же время я стою на улице, я говорю, слушайте, почему вы так сделали? И одна там женщина мне говорит, мы даже искали в этом ящике, когда мы уже начали разбирать эти там душа, ни одного голоса говорит, насчет коммунистов не было. Я собрал коммунистов своих 10 числа, здесь у меня дома, собрал их все, и у нас было здесь собрание. Я это рассказывал насчет этих выборов, и решили вопрос, что незаконные выборы происходили здесь в Красноармейске, за это надо наказать, что обратиться надо прокуратуру. И вот так разошлись мы. И некоторое время, часов по 11, в 11 часов, врываются два человека с пистолетами вооруженные, меня вызывают туда, как раз я спал, вызывают на улицу, выставляют меня пистолет туда, в виску. Те, кто такой, здесь партия... Абдулла, кто это были люди? Абакар, главная администрация, и его друг, это, хучанский мага, его, Хасбулат Магомед, его зовут. А глава администрации как зовут? Абакар. Фамилия, фамилия. Фамилия Абакар. Выскочил у меня сын, вот, младший сын, как раз услышал то, что шумка, и вот, он тоже подтвердит, он тоже видел, как они меня выставили эту пистолет, эти виску, и ушли. Если еще раз, говорят, пикнешь, говорит, митебедат, что и семья, распрощаешься. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...